Как жил, так и писал, говорил о себе талантливый художник, наш земляк Александр Морозов. К 115-летию со дня рождения живописца в Ивановском областном художественном музее открыли выставку его ранних работ. Первая серия работы Александра Морозова «Искания», так она называлась, и создавалась она в 1931-1932 годах. Это были его пейзажи настроения, пейзажи, написанные в мастерской, пейзажи, в которых он пытался выплеснуть свое душевное состояние на тот момент времени, когда он только закончил в Хутеин, когда он оказался в Москве без прописки денег, работы, и когда жить приходилось буквально на улице. Вот именно это и физическое состояние, и восприятие мира отразилось в его первой живописной серии. Становление художника, поиск себя, своего неповторимого стиля – очень важный этап в творчестве. Александр Морозов писал сериями, выбирал сюжеты, создавал несколько работ, каждую в один сеанс, не прерываясь и не откладывая на завтра. Потому-то, казалось бы, одни и те же мотивы через призму восприятия художника выглядят совершенно по-разному. Как автопортрет настроения художника, растворенный в пейзаже. Картины Александр Морозов не продавал, был категорически против их отправки за границу, но часто дарил музеям по всей стране. И, конечно, сохранить такую коллекцию здесь, на его родине – это огромная удача. Те, кто были знакомы с ним, лично вспоминают о непростом характере живописца, но без сомнения считают его гением. Если мы говорим о такой понятии, как гений места, то Александр Иванович Морозов именно четко соответствует вот этой категории явлений и личности. Александр Иванович, о нем можно говорить долго, я только должна сказать, что это уникум, которому еще разгадывать не одно поколение и изучать его творчество. В нашем собрании находится огромное количество записей, километры пленок с его воспоминаниями, с его рассуждениями. Экспозиция многогранна, в каждой работе отпечаток времени и частичка самого художника. Познакомиться с ранними работами Александра Морозова может каждый. Выставка в областном художественном музее продлится до 24 апреля. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.